На ГТО становись! В Иванове проходит спартакиада среди учащихся профессиональных образовательных учреждений. В четверг 300 молодых людей и девушек испытали свою выносливость. Все результаты идут в зачет. Это у нас первый раз мы проводим. То есть они разрозненно сдавали где-то нормативы по своим центрам тестировали. А сейчас мы это все объединили в одну спартакиаду. Челночный бег, прыжок в длину, плавание, подтягивание, подъем гири, отжимание. Норма ГТО это не спорт. Это хорошо знакомая всем со школы физическая культура. Только здесь не пятерка в дневник, а знак отличия. Главное верить в себя и тогда поддастся даже самое сложное. Отжимание, но это все можно осилить. Но так нормально здесь все. Можно все осилить. Еще до начала состязания организаторы вручили золотые знаки ГТО тем, кто уже сдал нормативы. Обладатели заветной награды предупреждают. Просто не будет. Было довольно-таки сложно, потому что погодные условия не всегда позволяли выполнить все нормативы. Мы ходили в поход, который 10 километров протяженностью. Было холодно, но все-таки мы сдали на золотой значок. И это очень приятно, что мы являемся частью спортивной жизни. Значки ГТО, кроме морального удовлетворения и гордости за себя, дают дополнительные баллы для поступления в ВУЗ. От 1 до 10. В зависимости от учреждения. Но это скорее актуально для школьников. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.